Всем привет, ребят! С вами снова Флиппи, это новый выпуск Олимпиады в Brawl Stars. Сразу перед началом, чуваки, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и напишите комментарий. Первый день комментарии все стараются лайкать. В общем, что сегодня мы будем проверять в данной Олимпиаде? В ней мы будем проверять, у кого из персонажей самый быстрый КД. КД, если кто не знает, это как быстро у персонажа накапливаются все атаки. Как бы, ну, я думаю, вы поняли. То есть, вот эти три полосочки с атаками. В этом видео не будет Карла, потому что на момент записи он еще, как вы понимаете, не вышел. Можете посмотреть по дате. Ну и он бы, наверное, был бы самый быстрый, потому что у него всего лишь одна полосочка. Ну и если что, через год я перезапишу данный видеоролик. Короче, давайте проверять уже, кто быстрее всех будет собирать атаки. Можете написать в комментариях, за кого вы болеете и предполагаете, кто все-таки победит. Ну и в конце я покажу, кто будет на первом, втором, третьем месте. Возможно, там будет по несколько персонажей, если будет их совпадать время. Конечно же, время не точное, потому что там очень тяжело именно в данной олимпиаде сделать, показать точное время. Так как там атаки идут как-то очень странно. То есть, ты их пытаешься выпустить разом, но там уже начинает следующая копиться, пока ты выпускаешь эти три. В общем, я думаю, вы меня поняли. Поехали смотреть. Что ж, первая у нас будет Шелли. Она копит у нас атаку примерно за, ага, за четыре секунды. Но это пока что еще самый хороший результат, который может быть. Следующая у нас по порядку идет Нита. У нее у нас еще намного лучше результат. То есть, три секунды шестнадцать миллисекунд, я так понимаю, да? Ну, в общем, это еще хорошее время, а там будут дальше персонажи, которые очень меня сильно удивили. Кольт, пять секунд. Это плохой результат, вряд ли он уже попадется в топ. Так, у нас дальше идет Бул. У Була тоже, в принципе, хороший результат, четыре секунды, но Нита его уже сто процентов обогнала. Дальше у нас пошла Джесси, у нее тоже пять секунд. То есть, все, кто за пять секунд, они дальше вряд ли никуда не пройдут, ни на какое место не попадут. Но мы еще посмотрим, вдруг там все-таки еще дальше персонажи, у которого будет у всех по шесть. Брок, шесть секунд. Тоже очень много, как мне кажется. У Динамайка пять секунд. Это хорошо, мне кажется, для Динамайка. И мне нравится, что, допустим, у Динамайка, так как он такой персонаж, пять секунд это вот самое лучшее, когда ты отбиваешься от Мортиса. Было бы там секунд семь, это было бы капец. Бо тоже пять секунд, то есть, примерно, у Динамайка с Бо можем считать, что у них одинаковое время. И вот, меня поразил больше всех Эль Примыч. Две секунды, возможно, это претендент сегодня на первое место. Следующий персонаж, который у нас будет, это Барлей. У Барлей у нас пять секунд, но это слишком много для того, чтобы попасть на какое-то крутое место. Вот Пока, у него четыре секунды, это хорошо. Возможно, он попадет на третье место, если там персонажи не перебьют его. Рикошет, точнее, просто Рика, я знаю, что вы напишите, что он Рика, просто не Рикошет. Короче, у него шесть секунд, я в тебе разочарован, Рика. В общем, следующий у нас очень долгий персонаж, хотя мне казалось, что он дольше получится. Это Дэрил, пять секунд целых. Так, следующий персонаж у нас Пенни. Тоже пять секунд, это не очень. Ищем следующего персонажа. И вот, наверное, самое долгое, это Пайпер. У него очень долго заряжается атака, целых семь секунд. Следующий у нас идет Пэм. Четыре секунды, это довольно неплохо для Пэм, поэтому, возможно, она попадет сегодня на третье место сто процентов. И вот, наверное, это и будет наш победитель, хотя я забыл какое-то время Ульприма. В общем, у Фрэнка две секунды, 18 миллисекунд. Короче, возможно, это сегодня наш победитель, или там Эль Прима его перебил, я точно не посмотрел, кто там. Так, и следующий у нас Мортис. Он точно уже не попадет в топ, потому что оно пять секунд. Там были персонажи, у которых по четыре секунды. Следующая Тара тоже пять секунд. Это слишком много для данной рубрики. Смотрите, у Джина почти так же, как у Тары, то есть у них примерно одинаковый КД. Следующий у нас спайк прям ровно-ровно шесть секунд, без ничего. Видимо, у меня идеально получилось выпустить там атаки. Шесть секунд, но это слишком много, он точно не попадает сегодня никуда. Ну и, возможно, человек, который, бравлер, точнее, который займет место третье, это у нас Кроу. Четыре секунды, 0,5 миллисекунд. Ну и последний, кто у нас сегодня появился, это, конечно же, Леон. Пять секунд, 20 миллисекунд. Это, ну, для Леона это хорошо. Если бы он быстрее стрелялся, была бы жесть. Я думаю, вы меня, ребят, поддержите. В общем, чуваки, вот такой вот выпуск получился. Сейчас вы видите, кто у нас победил, кто на первом, кто на втором, на третьем месте. Пишите еще раз, за кого вы болели, если вы до сих пор этого не написали. Поставьте лайк, если до сих пор этого не сделали. И до сих пор, если не подписались на канал, потому что если посмотреть по аналитике, то только 15 людей, которые посмотрят данный видеоролик, будут на меня подписаны. Все, чуваки, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки еще раз. Ждите новых видеороликов. Смотрите другие видеоролики. Ждите новую Олимпиаду. Она выйдет совсем скоро, уже где-то через неделю. Всем спасибо. Всем пока.